Рэгби-7, это можно сказать, поскорная версия классичного рэгби. У каждой команде по 7 гульцов, а сам матч складается с двух таймов по 7 хвилин. Очки можно зарабить, коли занести мяч в заликовую зону, а так само забивши его ногой в специальные вороты. До речи, до этого вида спорта варта приглядеться. В рэгби-7 гуляют большим у сотни краян света. В 2009 году его включили в олимпийскую программу. Уже этим летом у Рэда Жанейра в першиню разыграют олимпийские узнагороды в этой дисциплине. А у Беларуси рэгби-7 только начинает развиваться. У другим туры чемпионат Украины приняли удел 8 коллективов с Гомеля, Рэчицы, Минска, Гродная и Бреста. Столичная громадяночка, першая и по куль 1-й Украине, Жаночая рэгбийная команда. На турниры у Гомеля девчаты во всех матчах соступили, однако прогресс у Гульниви давочный. По выниках першого тура, який отбывся у концы красавика у Бресте, у лидерах были три команды. Одну льковую колькость от школ набрали Кватра с Гомеля, Харугва с Минска и Уния с Бреста. У Гомеля турнир проводили по олимпийской системе. По выниках попередних матча у пары одной-другой финала усклали Кватра и Харугва, а так само столичная Степанка и Уния. У першим полфинале стартовый тайм застался за Кватра 7-0, однако у другой полови гомельчане выпустили не тягульни со своих рук. Харугва провела шерах дейсных атак, оформивши выход у финал с ликом 24-7. Супредстояние Степанки и Уния отрымалося больше напруженным. Основный час матчу завершился у ничию 5-5. У додатковый час выниковую спробу на свой рахунок записали меньшане и отправились в финал. У матча за Бронцу интриги не сдарылся. Гульцы Кватра каменя на камене не покинули от соперника. Рэгбисты Унии не зрабили ни одной выниковой спробы, а вот господары поля выдали за издрочненную выниковость, и это не глядяши на отсутность за травмой лидеров. Увани Купера Муха Кватра с ликом 41-0. В игре с командой Минская Хоругва тоже хорошо настраивались на игру, но у нас получил один игрок травму, как бы немножко поломало нас. Из-за этого не получилось немного в финал попасть, поэтому вышли в матч за третье место. Ну и уже когда вышли здесь, как бы настроены были хорошо, поэтому как бы заявным преимуществом матч в нашу пользу закончился. Готовились в турнир очень тщательно, поэтому как бы итог в итоге предсказуем был для нас. Столичное супредстояние в финале завершилось на корысть Хоругвы. Саступающий после первого тайма с ликом 0-17, гульцы Степанки у другим больше не дозволили сопернику добраться до своей заликовой зоны. При этом сами набрали 7 очков, чаго для перемоги не хватило. Самый такой важный матч был для нас с Гомелем, мы ждали этой встречи, вот, очень интересная команда. Мы еще в Бресте тоже играли, тоже как бы выиграли, но все равно этот бой был такой, мне кажется, сродни финалу. Ну, ребята хорошо, что сыграли второй тайм хороший, выиграли и, ну, я скажу, заслуженно выиграли этот тур. Переможца другого тура столичная Хоругва одна особенно узнашалила турнирную таблицу. Кватра на другом месте с отставанием у 10 баллов, ясно на 5 баллов меньше у Брестской унии, якая замыкая тройку лидеров. Заключенный третий тур чемпионат у Беларуси по Рэгби-7 отбудется 25 червеня у Минску. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».